Молодые, Шарик, молодые, я! Сюжет переносит зрители в украинскую деревню начала 20 века. В центре история большой еврейской семьи Тевье Молочника. Глава семейства хлопочет о счастье Петерова дочери и стремится удачно выдать их замуж. Его жена голода, воспитывает детей и занимается хозяйством. Но размеренной жизни семьи приходит конец. После подписания указа о выселении евреев за черту оседлости привычный мир рушится. Самое главное, наверное, для меня в этой роли – это бесграничная любовь к своей семье. Даже не самой голды, а меня самой, как женщине, как актрисы. К своей семье, к своим детям. Даже находясь на сцене, меня пробирают, ну только меня. Я вижу у моих партнеров безумные слезы на глазах, которые покатятся. Мурашки особенно, но такой колоссальный финал. Спектакль поставлен по одноименной пьесе Григория Горина, написанной по мотивам произведения «Шалом Малейхима». Несмотря на то, что в основе поминальной молитвы лежит история еврейского народа, постановка трогает душу каждого человека, независимо от его национальности. Любовь, тревога о судьбе родных, бессмысленная жестокость и потеря близких. Спектакль поднимается до уровня общечеловеческих ценностей и проблем. Риторические обращения главного героя к Богу заставляют зрителей задуматься. Зачем люди причиняют друг другу страдания и кому нужны эти жертвы? Пьеса, написанная 30 лет назад, актуальна и сегодня. События в мире и стране заставляют произведения звучать по-новому, отмечает режиссер спектакля. «Не только о страданиях еврейского народа, а о страданиях маленького человека в этом мире. Это спектакль, он говорит о боли сегодняшнего времени. И я надеюсь, что вот эта вот боль, которую мы пытаемся донести до зрителя, она будет услышана». На сцене воссоздана атмосфера тихой провинциальной глубинки. Зритель погружается в национальную культуру через традиционные мелодии, танцы, костюмы и обряды. Несмотря на трагизм истории, смех в зале не стихает ни на минуту. Юмор и самоирония героев покорили сердца зрителей. «Наши актеры, я считаю, что просто великолепны, совершенно потрясающие танцы, музыка. Я вообще считаю, что в этом спектакле вся боль еврейского народа, вся вот эта горечь». Актеры с восторгом рассказывают о работе с режиссером спектакля Петром Орловым. Ранее он уже сотрудничал с труппой областного театра в спектаклях «Гамлет» и «Страмотная комедия». Совместное творчество продолжится. Режиссер планирует поставить на Владимирской сцене спектакль «Идиот» по роману Федора Достоевского. Екатерина Кламыкова, Алексей Ковалев, телеканал «Ориант».